Как мы помним, Зеленский в ходе ООНовского выступления обвинил неких неназванных европейцев в фальшивом союзничестве. Намек был прозрачен, но все-таки был лишь намеком. Разве мог он разрушить дружбу, которая скреплена множеством договоров и бесчисленными объятиями высших государственных чиновников? Оказывается, мог. Теперь в ходе публичных выступлений польские политики всякий раз ритуально грозят кулаком украинскому руководству. Причем следует принципу «хорошее повтори снова и снова». Оттого из одних уст, одно и то же, можно услышать многоажды. Слова эти я адресую Зеленскому, который в последнее время делает совершенно ненужные жесты и произносит совершенно неуместные слова. Господин президент, не смейте оскорблять поляков. Я также хочу предупредить Зеленского, никогда больше не следует оскорблять поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Причем, так высказываются политики, облеченные властью. Те же, кто к этой самой власти пока лишь стремится, еще менее стеснены приличиями. Главный соперник правящей партии ПИС – движение конфедерации. Оно на выборах 15 октября будет, вероятно, вторым. В любых торгах о создании коалиции у вторых будет решающая роль. Так что конфедераты стараются набрать побольше голосов и скачут вперед во весь опор, оседлав именно антиукраинского конька. Миф о польско-украинском партнерстве, а тем более о дружбе, о том, что мы стоим плечом к плечу – это миф лежит в руинах. И конфедерация – это единственная сила, которая правильно оценила динамику отношений Польши и Украины. Киев пытался эксплуатировать польскую доверчивость. Польский избиратель устал от Украины. Она слишком давно является главным фактором внутренней политики. Она пожирает, с точки зрения обывателя, слишком много денег. По его же обывателям мнению, украинцев в Речи Посполитой слишком много, и они крайне докучливы. Потому что сейчас в политической пропаганде переборщить с антиукраинством невозможно. Этот товар продается лучше всего. Перед выборами правительство ПИС начинает говорить, как мы. Но молоко было пролито полтора года назад и уже успело прокиснуть. Его невозможно собрать обратно в бидон. Огромные суммы потрачены на помощь Украине. А Украина, по всем приметам, теперь лучше ладит с Германией, а с Польшей враждует. Правительство Польши старается не давать оснований подозревать себя в филоукраинстве. Беженцам из страны соседки с будущего года урезают соцвыплаты. Украинское зерно пускать к себе поляки категорически не хотят. Разве что транзитом и в пломбированных вагонах. А Киеву угрожают эмбарго на аграрную продукцию, если будет непокорен. Не случайно, наверное, вспомнили также историю с ракетой, убившей в ноябре прошлого года двоих поляков. Тогда Варшава чуть было не потребовала коллективной защиты на основании пятого пункта устава НАТО. Ведь ракета была, безо всяких сомнений, путинской. Но внезапно, хоть и с опозданием, открылась правда. Расследование, проведенное польской прокуратурой, категорически указывает на то, что ракета была украинской, еще советского производства. Место запуска и принадлежность военной группировки не вызывают сомнений. Это была украинская ракета. Что касается сотрудничества в расследовании с украинской стороной, скажу прямо, к сожалению, никакого сотрудничества не было. Но слабая Украина, которая едва выживает, благодаря помощи извне оружием и деньгами, вряд ли является достойным противником. Дабы внушить избирателю, что он живет в осажденной крепости, необходим более сильный враг. Внезапно обнаружилось, что заговор против Польши составили Германия с Францией, которые и стоят за Украиной дозеленским. Париж и Берлин пытаются украинскими руками свергнуть польское правительство. Эту схему разгадала корреспондент канала ТВП в Брюсселе Доминика Косич. Очевидно, Косич недолго сохранила бы свою аккредитацию, если бы ее опасения не разделяли во властных кабинетах Варшавы. В конце концов, ТВП – государственный канал. Понятно, что и нашествия мигрантов полагают частью общеевропейской войны против Польши. Выходит, и беженской половодии тоже организовали заговорщики. Не надо нам впаривать вашу хрень про необходимость принятия образованных иммигрантов. Нам не нужны эти ваши врачи. Не нужны эти ваши инженеры. Забирайте их себе и оплачивайте все это сами. Не надо нас учить демократии. Мы сами демократы. Берите пример с Польши. Будьте как Польша. Европа не осталась в долгу. На польско-немецкой границе восстановлен контроль. Нет, конечно, выборочный и временный, ведь постоянно запрещен европейским судом. Однако срок действия этой меры неизвестен. А ее жесткость могут даже усилить. Мы должны положить конец жестокому бизнесу торговцев людьми, которые зарабатывают, подвергая риску жизнью людей. Федеральная полиция начала дополнительные проверки на маршрутах трафика, в частности на границах с Польшей и Чехией. Поляков неофициально пугают даже восстановлением визового режима с Европой. Пока это выглядит невероятным, поскольку означало бы крушение фундаментальных принципов организации шенгенского пространства. Однако мы живем во времена, когда даже невозможное сбывается. В общем, Польша быстро превращается из виртуально осажденной крепости в подлинную твердыню, а подножия которой разбиваются волны вражеских нашествий. Только ли выборами и нуждами политпропаганды объясняется конфликт между Варшавой и Киевом? Скорее всего, нет. Вражда вряд ли утихнет после 15 октября. Уж больно серьезную инерцию она набрала. Невероятно, польские обвинения в адрес Германии и Франции, то есть Большой Европы, имеют под собой некоторые основания. Только слепой не заметит, что Запад явно расколот. Штаты, похоже, хотели бы превратить украинский конфликт в бесконечно долгий, но тлеющий. Лондон и Брюссель против этого. Там предпочли бы поднапрячься, дать Киеву больше оружия и завершить противостояние на победной ноте. Польша здесь явно выступает на стороне Вашингтона. Недаром ее часто называют Европейским Штатом Америки. Раз США готовы дистанционно воевать до бесконечности, наверняка конфликты будут долго полыхать по швам европейских границ там и сям. А огонь с Украины продолжит перекидываться как на восток, так и на запад. В общем, нет сомнений, полагать себя осажденной крепостью у Польши год от года будет все больше реальных оснований. Олег Романов в главном эфире.